Я хочу поделиться с вами своими мыслями о слове. Я принес много всего сегодня на передачу. Мы поговорим о приоритете слова. Мы с вами уже говорили о том, как важно расставлять приоритеты. Все мы знаем с вами пословицу «Дело время, потихий час». Сперва важное дело. Это один из способов построения осмысленной жизни. Сначала вы делаете то, что для вас важно, а потом все остальное. Если вы больше времени будете уделять вещам, которые важны для вас, то вы состоитесь в жизни. В Библии говорится об этом так. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И это все приложится вам. Пища и питье будут даны вам Богом. Если будет в вашей жизни Царствие Божие. И все другие вещи, в которых вы нуждаетесь, будут даны вам. Петер уже сравнивал нас с королями и королевами, которые правят на этой земле. Как? Он назвал вам три личных приоритета. Во-первых, приносить плоды. Во-вторых, оставить все позади. И в-третьих, следовать за Иисусом в своем новом рождении. Мы живем сейчас в новом Царстве Божьем, навсегда едины с Иисусом. Ариан уже говорил нам о приоритете Бога надо всем. О сердце Бога, о людях, которые входят в Царство Божие. Мы посланники Господа, и наше призвание — говорится людям о Боге, чтобы они могли жить вечно в Царстве Божьем. Давайте же посмотрим, что говорит Иисус об этом. Когда фарисеи спросили Его, когда же придет Царство Божие, Иисус ответил им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Вы сидите дома, и там внутри вас есть Царство Божие. И здесь, в зале, где вы сидите, тоже Царство Божие. Потому что оно есть внутри вас. Вы не можете увидеть его глазами. Но оно есть внутри вас. Во времена Иисуса такое высказывание было чем-то из ряда вон выходящим. В те времена господствовали римляне. Евреи думали, что придет Мессия и освободит их от господства римлян. Вполне логично. Если вы помните, Бог послал им ранее, спасителя Моисея, чтобы он вывел народ из Египта, освободил их от рабства. Они думали, что будет революция, которая в один миг покончит с Римской империей, и сделает Иисуса правителем на этой земле. Поэтому они не понимали миссию Иисуса, а именно восстановить Царство Божие внутри нас. Это то, что потерял Адам, когда он вкусил запретный плод. И он сразу умер. Умер для связи с Богом, и в конце концов он умер и целесно. Только подумайте, насколько сильно Царство Божие, что даже в Адаме. Внутри него было Царство Божие. Оно приносило жизнь и здоровье, самоопределение, и позволяло Адаму царствовать. И он потерял все, потому что не было в нем, внутри, Царствия Божьего. Но благодаря Богу Отцу, Адам восстановил все потерянное через Иисуса Христа. Мы в нашем новом рождении снова были приведены в первоначальное состояние Адама, когда нас только создал Господь наш Отец. Мы сейчас в том же состоянии, что и вновь созданный Богом Адам. Петер целую передачу посвятил миру и жизни изнутри. Мы обновляем наш образ мыслей. Но, честно говоря, я ожидал от вас более радостной реакции на это. Поэтому, если мы начнем жить изнутри, в согласии с нашими обновленными мыслями, то жизнь будет струиться по нашей душе. В наших отношениях она тоже будет присутствовать через все, чем мы владеем. Если вы хотите узнать больше, то слушайте выпуск «Мир» на Ютубе. Прекрасный выпуск о жизни в Царстве Божьем. Жизни изнутри. Первые слова Иисуса были такими. «Покайтесь, ибо Царство Божие близко. Оно уже среди вас». И затем Иисус начинает проповедовать о Царстве Божьем. «Царствие Божие, как семечко горчицы. Царствие Божие, как закваска. Царствие Божие, как сокровище в земле. Царствие Божие, как жемчужина. Он в один день. Рассказывает 10 притчей о Царстве Божьем. Он начинает самая важная притча». Откуда вы знаете, что это самая важная притча? А потому что Иисус говорит так. «Если вы не понимаете эту притчу, мы прочтем ее с вами сейчас вместе. Так вот, если вы не поймете ее, как же вы тогда поймете все другие притчи?» Петер тоже говорил об этом. «Эта притча — ключ ко всем другим притчам. Это код, чтобы открыть двери Царствия Божия. Иисус говорит, если вы понимаете эту притчу, то у вас в руках будет ключ от Царствия Божьего, а вы познаете, как оно работает». Давайте мы почитаем Евангелие от Марка. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять». Я принес сегодня сюда горшки с землей в качестве иллюстрации и примера. Будем сегодня разбирать то, что говорилось когда-то давным-давно. Иисус находится в лодке, в море. На земле было так много народу, что он решил войти в лодку, дабы видеть всех и говорить. Представьте себе, он сидит в лодке вокруг моря, светит жаркое солнце, он начинает рассказывать историю. В то время сеяли люди по-другому, не так, как сейчас. Не так, как мы сейчас. У нас есть машины, которые равномерно сеют. Каждая семечка кладут в лунку на одинаковом расстоянии от другого. В то время люди бросали семена в почву из мешка. Они просто ходили по полю, и семена падали везде, и даже на камне. Я возвращаюсь к притче. Так вот, случается так, что семечко падает на дорогу, и птицы прилетели и склевали его. И вот эти семена падают на дорогу. Другие же семена упали на каменистую почву. Плодородный слой был небольшой. Росток взошел, но погиб под палящим солнцем, потому что у него не было крепких корней. Мы посеем в разные виды почвы. Другие семена попали в терновник. К счастью, у меня здесь не совсем терновник. Это все сорняки. А в центре у меня есть очень красивое растение. Но оно еще не принесло плодов. Итак, давайте насыпем сначала сюда, потом каменистая почва, и сюда тоже немножко всыплем. Взошел терновник и задушил растение. И другой пример. Семена попали в добрую землю и принесли плоды. Они взошли и выросли, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100 крат. Так, ну а теперь сею в каменистую. Сейчас хочу посеять в терновник. Вообще-то это не совсем терновник, это, ну, сорная трава. Но хорошее растение принесло плод. Какое-то во 100 крат, какое-то в 60, какое-то в 30. Такие красивые цветы захочет каждый. Все ценное в жизни находится в процессе. Нравится вам это или нет? Но то, что имеет непреложную ценность, то, что растет и увеличивается со временем, нуждается в процессе. Процесс — это постоянные изменения. Небольшие изменения, подводящие вас к определенной цели. Например, построить крепкую семью. Где есть дружба, любовь, радость — это целый процесс. Основать надежную компанию — это тоже процесс. Завести крепкую дружбу — это тоже процесс. Это все требует времени. Воспитать детей, чтобы они выросли сильными, любящими Бога людьми. Многие родители здесь меня понимают. Это тоже процесс. Недавно прибежал ко мне сын и сказал, «Папа, ты мой лучший друг». Переведу с детского. Просто друг. Радовался я недолго. Через 30 секунд я был самый плохой, и он больше никогда не хотел со мною играть. Я ответил, «Хорошо, мы больше никогда с тобой играть не будем». Но я, конечно же, очень люблю играть с детьми. О чем я говорил? Ах да, о процессе. Я очень рано понял, что все находится в процессе. На все нужно время. Раньше у меня было хобби. Я разводил цветы. Правильнее сказать, зарабатывал деньги, продавая цветы, чтобы купить себе то, что мне хотелось. И придя со школы, я занимался этими растениями. Весь подоконник моей комнаты в родительском доме был заставлен горшками. В свободное время я наблюдал за ростом цветов. Я сеял семена, затем они вырастали, и я рассаживал их в маленькие горшочки. До тех пор, пока они не набирали силу, им нужно было больше пространства. А затем я их снова пересаживал в большие горшки, чтобы растение могло набрать цвет и выдать красивые цветы. Ну а потом я их продавал. Но я продавал не все. Небольшую часть я все же оставлял. Позже я расскажу, зачем. Все в моем окружении были обязаны поставить горшки с моими цветами у себя во дворе. Нравилось им это или нет, мне было все равно. Они мне платили деньги. Разведение цветов научило меня, что это процесс, требующий времени, внимания, заботы и очень много терпения. И только так я мог добиться желаемого результата. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Это сравнимо с выращиванием цветов семя Слова Божьего. Я хочу пересказать эту притчу и помочь вам осмыслить ее и применить ее в жизни. Вы ответите мне, я знаю, я понимаю, но я надеюсь, что вы все же будете удивлены мудростью этой книги. То же самое говорит Иисус в одной из притчей в Евангелии от Марка. Иисус объясняет нам, как устроено Царство Божие. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Обратите внимание, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, мы с вами тоже не знаем, как в точности работает Слово Божие. Процесс похож на то, как мы сажаем семечко в землю, оно вырастает, дает плоды. Вот так же работает и Слово. В вере мы сажаем Слово Божие и даем Ему сделать свою работу. В Библии говорится, что земля сама по себе приносит плоды. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Послание в сущности очень простое. Сеем, спим, просыпаемся, едим, спим, просыпаемся, едим и ждем, когда созреет плод, проявляем терпение, ждем урожая. Так работает Слово Божие. Вы увидите процесс, временные затраты, нарост сперва зелени, плодов еще нет, потом колосом, еще нет плодов, потом только полное зерно в колосе. До того, как созреет плод, должно пройти много времени. Так давайте еще раз вернемся к притче о сеятеле. У нас есть семечко, которое мы посадим в землю. Семечко — это Слово Божие. А знаете, Слово Божие работает точно так же, как и семечко. Земля, которую вы видите здесь, подобна нашему сердцу. Давайте поближе посмотрим на четыре вида почвы. Я думаю, что мы эти четыре вида почвы можем рассматривать как людей или же как фазы, через которые мы проходим. Мы не находимся именно во второй или третьей фазе, или в четвертой фазе. Мы там поочередно. Все перемешано, мы не можем четко разделить данные фазы. Иисус этим хочет проиллюстрировать состояние человеческого сердца. А вот наша первая почва. Здесь упало семя на дорогу. Почва очень твердая. Больше нет никакого места для семечка, чтобы упасть в нее. Мы можем сказать, что для человека в этой фазе Слово Божие в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Этот человек слышит Слово, а дьявол приходит и крадет его у него. Обратите внимание, дьявол приходит и крадет Слово. В Евангелии от Матфея мы читаем, «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Вопрос в том, почему семечка не может пойти глубже. В Библии говорится, потому что не было понимания Слова, потому что не было глубокого слоя, потому и не понимали Слова. Обратите внимание, Иисус говорит в той же главе. Заметьте, я цитирую то из Евангелия от Марка, то из Евангелия от Матфея, а то из Евангелия от Луки. В них прослеживается одна и та же линия. Говорится об одном и том же. Он говорит в Евангелии от Матфея, что сердце народа стало жирным, земля слой за слоем была пропарена. Люди больше занимались законом, а не своими отношениями с Богом. Люди тогда были религиозны. Религия их так ожесточила, что они больше не видели, что сам Бог был среди них, что Царство Божие уже пришло. Они изучили книгу, но они не чувствовали Бога. Я бы сказал, что они так долго сидели в церкви, что разучились слышать глубину. Да, вы так часто об этом слышали, о милости и о справедливости. Да, эту историю я уже знаю. Но у нас есть жизнь вечная. Мы имеем жизнь вечную в Слове Божьем. У нас есть Иисус. Нам отпущены все грехи наши. Мы вечные. Мы сделаны совершенными. По образу и подобию Иисуса. И Царство Божие здесь в нас. Удивительно то, что я уже говорил. Первое, что бросается в глаза, что дьявол приходит не для того, чтобы застелить вам глаза. Не для того, чтобы вас уничтожить, но чтобы украсть у вас Слово Божие. Дьявол знает о том огромном потенциале, который есть в Слове. Если бы Слово не работало, зачем же ему красть его? Если в нем нет силы, зачем же он тратит на это всю свою энергию? Оно же не работает. Дьявол знает. Если Слово упадет на благодатную почву, оно принесет плоды. Вторая почва была каменистой, и семя упало между камнями, где был тонкий плодородный слой. Иисус говорит следующее об этой почве. Посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются. Знаете, это фаза быстрого роста, но в ней не формируется крепкий корень. Корень формируется тогда, когда Слово прорастает вглубь. Повторю еще раз. Крепкие корни формируются тогда, когда вам открывается значение Слова. Вы можете его услышать от других, выйти на улицу и радоваться вместе со всеми. Но вопрос в том, остановитесь вы на этом или будете расти дальше, взращивать в себе плоды Слова Божьего. Все мы можем понять пример с крещением. Вы слышите от нас здесь о крещении и, может быть, решитесь с радостью сделать это. Но когда вы расскажете своей семье о том, что вы хотите креститься, вот тогда начнется настоящий пожар. И вы сделаете шаг назад, как только начнется давление. И тогда погибает неокрепший росток. В Библии говорится «нет глубины в себе». Это о тех людях, которые очень зависимы от мнения других людей. Это фаза, когда ваши личные проблемы мешают вам крепко укорениться в Слове. Видите, здесь много разных камней. Есть камень горечи, камень из прошлого, той самой ситуации, за которой вы не можете укорениться. Вот он, один камешек, а вот и другой, может быть, это злость, которая живет вашим сердцем и не хочет простить. И здесь одобрение других стоит выше Слова Божьего. Так, ну а мы перейдем к следующей, третьей фазе. В этом горшке очень много сорняков, и среди них растет культурное растение, но оно не приносит никакие плоды. Посмотрите, это фаза роста, но рост задерживают сорняки. которые душат растения. Иисус говорит о таком человеке. А упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Слово было неплодородным. Здесь мы слышим о человеке, который уходит от Бога и идет к своей независимости. Заботы означают, что вы не доверяете Богу. Богатство же не означает деньги. Это тот статус, которого вы достигли сами, и вам больше не надо вверять свою жизнь Богу. Петер уже говорил, что быть богатым означает быть богатым в своей правоте, независимости от Бога. Надеяться только на себя и на свои владения. Что означает полуть сорняки в этой фазе? Это перспектива иметь жизнь вечную. Знать, что эта жизнь дана нам как часть жизни вечной. И мы призваны приближать царство Божие здесь на земле. Это и означает отделять сорняки. Мы отвечаем себе на вопрос, зачем мы живем здесь на земле. Одна фраза мне особенно помогает. Живите так, будто Иисус придет сегодня. Но планируйте так, что Он придет лишь через сто лет. Живите так, что здесь и сейчас есть Царствие Божие. Петер нам уже задавал вопрос, живете ли вы, веря лишь в одного Иисуса? Или же вы живете, и у вас есть Иисус плюс еще что-то? Иисус плюс добрые дела. Иисус плюс немного греха. Иисус плюс наше собственное видение. Иисус плюс человеческие правила. Иисус плюс наши чувства. Иисус плюс наши собственные успехи. Ну и четвертая почва — это плодородная почва. Мы все этого хотим. И вопрос в том, как нам зарастить плоды в нашей жизни. В Евангелии от Луки сказано, а упавшая на добрую землю — это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышат. Это те, кто слышит Слово и имеет доброе сердце и с упорством приносят плоды. Здесь есть и ответ. Следовать Слову и упорствовать. Слышать Слово. Удерживать его в добром сердце. И упорствовать. И делать это до тех пор, пока оно не взойдет вашей жизни. И вот сейчас важно понять одну вещь. Семена во всех четырех видах почвы одинаковые, они все хорошие и пригодные для выращивания плодов. Во всех описаниях семена могли принести множество плодов. Сеятель не выбирал. Вот здесь я брошу плохие, а вот здесь хорошие семена. В Библии Слово Божие описывается как непропадающее семя. Как это понять? Это означает, его нельзя уничтожить, испортить. Оно вечное. Семя, которое всегда работает. В первом послании Петра говорится, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Еще раз. От нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. А знаете, в Семене Божьем заложен для каждого одинаковый потенциал. Поэтому в Библии говорится, что Слово Божие обязательно принесет вам плоды. Оно сделает то, для чего оно предназначено. Он послал Слово Свое и исцелил их. Слово Божие доброе и плодородное, и оно благословит каждый аспект вашей жизни. Я вчера спросил у Хайди, «Дорогая, что за цветы вырастут из этого пакетика семян?» А она ответила мне, «Такие же, какие и нарисованы на упаковке». Она ни капли не сомневается, что из семян взойдут цветы. Вот как здесь нарисовано. И вы точно так же можете не сомневаться, что все, что написано в Библии, это правда. Спасение, исцеление, спокойствие в ваших мыслях и эмоциях, плодородие, урожай, успех, крепкие отношения, все, что вам нужно для сильной, плодородной и счастливой жизни с Богом. И все это есть в семени Слова Божьего. И это вам гарантировано, не сомневайтесь. Единственное, что вам нужно, это посадить семена в хорошую почву. Дословно, вам нужно увидеть правду в Слове Божьем и медитировать так долго на эти семена, пока вы не увидите, что они приносят плоды. Держитесь за Слово и упорствуйте. И посмотрите, что тогда случится. Иисус сравнивает Царствие Божие с горчичным семечком в тех же притчах, которые мы разбирали. Иисус снова сравнивает Царство Божие с горчичным семечком. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно зерну горчичным, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». А знаете, Царствие Божие внутри вас имеет огромный потенциал роста. такое большое, что птицы смогут прилетать и видеть свои гнезда на том прекрасном дереве, которое вырастет. Другими словами, и вы станете таким же крепким, как сильное дерево, которое будет благословлено и будет настоящим благословением для всего вашего окружения. Слово взойдет в вас с такой силой и начнет расти и благословит не только вас, но и ваше окружение. В вашем окружении люди будут искать спокойствие и ответы, чтобы побыть рядом с вами, как под тенью ветвистого дерева в жаркий день. Это и есть расширение Царства Божьего и его плоды. Царствие Божие внутри вас приведет к тому, что все расцветет в вашей жизни. Царствие Божие вас приведет к тому, что куда бы вы ни пошли, Царствие Божие будет с вами. Царствие Божие вас поможет сделать этот мир лучше. Потому что куда бы вы ни пошли, вы несете с собой Царство Божие. А вы когда-нибудь задумывались о том, что семечку нужна почва, чтобы взойти? Если семечка оставить в пакете или на столе, оно не вырастет, пока оно не будет посажено в землю. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит, «Истина, истина, говорю вам». Это то же самое, если бы ваши родители вас назвали по фамилии. Обратите внимание, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иисус здесь поясняет. Если зерно будет лежать на столе, оно так и останется одиноким зерном. Но если оно попадет в землю, умрет и раскроется, то оно вырастет и принесет множество плодов. Все в конце концов должно приносить плоды. Не о цветах идет речь о плодах. Цветок — это еще не плод. В самой смерти есть плод, расширение Царства Божьего. Петер говорил, оставить все позади и жить только лишь одним Иисусом. Я хотел вернуться к моему повествованию о цветах. Мы все желаем видеть цветы, для этого мы их и покупаем. Но когда цветок отцветает, знаете ли вы, что его цель не кончена? Для тех, кто покупал эти цветы, для своего сада, это было так. Но для меня, как для садовода, все только начиналось. Я ведь хотел увидеть плоды. Я знал, когда цветок отцветает, созревают драгоценные семена, чтобы размножать цветы. В каждой завязи имеется больше семян, чем я вложил, когда начинал разводить цветы. Это для наглядности. А вот сейчас семена еще не созрели, потому что цветок еще не отцвел. Но когда он завянет и будет мертв, появятся семена. Сейчас еще трудно их увидеть, потому что они еще не созрели, но из каждого такого цветочка будут семена и больше, чем в пакетике. Семена, которые я посадил в самом начале. Может быть, вы переживаете период, когда вы думаете, что ваше цветение уже позади. Но я чувствую, что вы еще не полностью раскрыли свой прекрасный потенциал. Бог использует такие моменты, чтобы расширить царствие свое. Бог именно в такой период делает свою работу. Вместо того, чтобы цвести в одиночку, сделайте так, чтобы уже в следующий сезон десятки людей цвели. Это и есть эффект царствия Божьего через вас. Вот в чем этот эффект. Здесь я еще раз подхожу к моменту с семенами. Семечка делает свою работу. На это вы можете рассчитывать. Вы можете на 100% доверять Слову Божьему. Но наша ответственность это почва. Это наше сердце. Как же вы обрабатываете свое сердце? Как вам удобрить почву, чтобы семена приносили много плодов? Как вам позаботиться о хорошем плодородном слое почвы, чтобы вы попали в ту самую фазу цветения? А все просто. Ключ ко всему Слово Божие. В послании к Ефесианам, 3 глава, сказано, веруя вселиться Христу в сердце вашем, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. семена Слова без любви, как семена в засушливой почве. Это сухая земля. Семечко пробьется, но в конце концов ему будет недостаточно питания. Любовь Господа заботится о том, чтобы наши сердца были мягкими, и она культивирует благодатную почву в наших сердцах, чтобы маленькая горчичная семечко Слова Божьего могло взойти и вырасти прекрасным деревом нашей жизни с сильными корнями. Я подхожу к последнему вопросу, которым я и хочу завершить нашу передачу. Как обстоят дела с почвой вашего сердца? Достаточно ли в ней влаги? Или же это сухая земля? Для этого нам не нужно быть безбожниками, вести греховную жизнь. Мы можем попросту начать возводить церкви, с другими людьми, и от этого почва может высохнуть. Вам необязательно совершать ошибки, делать плохие дела, и от хороших дел почва может высохнуть. Например, как Марфа, которая была так занята служением Царству Божьему. Но осознаете ли вы любовь Господа лично к вам? В послании Иоанна мы читаем, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Насколько же плодородно ваше сердце? Есть ли в нем место для любви к Богу? Мы все можем расти, у нас равные возможности. Я не буду претендовать на то, что я нахожусь вот здесь или только лишь здесь. Насколько же плодородно ваше сердце? Может ли семя Слова Божьего крепко укорениться в нашей жизни? Как я уже говорил, Слово всегда работает. Вы даже и сами не знаете, как оно это делает. Я хочу вас попросить открыть свое сердце для любви к Господу, лично к вам. Может быть, вы смотрите нас или сидите в зале впервые, тогда это и есть тот самый момент впервые открыться любви Господа к вам. Я намеренно говорю лично к вам. В каком бы пункте вашего путешествия к Богу вы не находились, давайте снова откроем наши сердца для любви Господа. Давайте закроем глаза и помолимся нашему Небесному Отцу. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас так сильно. Мы благодарим Тебя за любовь Твою к каждому из нас. Мы благодарим Тебя, что Ты отдал за нас своего единственного любимого сына, чтобы мы стали Твоими любимыми сынами и дочерями. Отец, спасибо за Твою любовь. И в этот момент мы открываем наше сердце, чтобы принять Твою любовь. Спасибо, Отец, что Ты нас так любишь, и что это не только в прошлом, 2000 лет назад, но и сейчас, в данный момент. Ты говоришь нам, вы мои любимые сыновья и любимые дочери. Отец, смягчи наши сердца своей любовью, чтобы Слово Твое имело благодатную почву для роста корней, для роста дерева жизни в нас, чтобы мы были сильными посланниками Царствия Твоего, наш Господь. Благодарим Тебя, Отец, за Твою любовь. Спасибо, Иисус, за то, что Ты сделал для нас. Мы вверяем себя Тебе. Мы оставляем все позади. Мы хотим следовать за Тобою в Твоем Царстве. Во имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров